Продолжение следует... Реалии собрали топ-5 из таких историй. Так, время от времени РосСМИ пытаются убедить всех, что мир якобы признал аннексию Крыма. Например, с помощью истории о делегациях из других стран на полуостров. Так, РИА Новости, звездари от других СМИ сообщили, что в Крым приехала американская делегация. В некоторых материалах ее даже называют официальной. А еще приводят слова главы делегации, которая заявила, мол, что смягчение санкций против Крыма со стороны США стоит ожидать в течение года. Но на самом деле это не официальная делегация, в том смысле, что она не представляет Соединенные Штаты Америки. А просто это представитель общественной организации Центра гражданских инициатив, которая занимается, как утверждается, улучшением связей между Россией и США. Важно уточнить для понимания. Глава Центра Шерон Теннисон постоянно ездит в Россию, пишет хвалебные отчеты и гордится знакомством с Путиным. К слову, она приехала в Крым не первый раз и подобные заявления о смягчении санкций уже делала. Но еще раз, она является представителем гражданской организации и не выражает официальную точку зрения страны. Напомним, Соединенные Штаты Америки не признают так называемый референдум Крыму, считают Крым частью Украины, а еще, к слову, приняли новые санкции против России. Сайт Украина.ру сообщил, что Украине якобы грозит засуха из-за перекрытия северокрымского водного канала. Этим также пугали РИА Новости. Ссылаются на начальника отдела агрометеорологии Укра-гидрометцентра Татьяну Адаменко. Но мы обратились, собственно, к Татьяне Адаменко за комментарием, и она опровергла это все. Вот ее цитата. Перекрытие северокрымского канала не имеет для материковой Украины негативных последствий. Наоборот, это увеличение запасов воды, в том числе и для орошения. Журналисты неправильно трактовали мой ответ на заданный вопрос, заверила Адаменко. Традиционно каждый летний сезон российские СМИ наблюдают в аннексированном Крыму наплыв украинских туристов. На админгранице с Крымом якобы очереди из желающих посетить полуостров, а не безвизовые европейские страны. Об этом сообщает, например, телеканал «Звезда». Но данные Госпогранслужбы Украины говорят об обратном, что на админгранице с Крымом, наоборот, наблюдается снижение потока транспортных средств. А оккупанты, то есть работники Погранслужбы Российской Федерации, создают искусственные очереди. Вот цитата. Несмотря на меньшее количество транспортных средств, направляющихся в Крым, оккупанты вновь создают искусственные очереди перед контрольным пунктом въезда-выезда Чангар, пытаясь показать наплыв туристов. В Госпогранслужбе Украины отмечают, что количество машин, пересекающих админграницу в обоих направлениях, за первые шесть месяцев 2017 года сократилось на 75 тысяч автомобилей. Если сравнить с таким же периодом прошлого года. К слову, 19 июня Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, как планируют отдыхать украинцы. И, согласно его данным, в Крым хочет отправиться только 1% украинцев, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году, и более чем в два раза меньше по сравнению с 2014 годом. А за границей планируют отдыхать почти 3% украинцев, что на 0,8% больше, чем в прошлом году. Этот опрос проводился во второй половине мая 2017 года. Ряд российских и прокремлевских СМИ сообщили, что жители Крыма якобы останутся без безвиза. При этом якобы цитируют украинского президента и утверждают, что жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма будут выдавать загранпаспорта старого образца, в то время как пользоваться преимуществами безвизового режима можно только при наличии биометрического паспорта. Но на самом деле жители оккупированных территорий имеют такое же право на получение биометрического паспорта, как и другие украинцы, проживающие в любом другом регионе страны. Просто для получения биометрического паспорта они должны предъявить дополнительные документы с фотографией. Это связано со сложностями доступа к архивам государственной миграционной службы на временно оккупированных территориях. А то, о чем говорил Порошенко в своем заявлении о паспортах, это что только в случае возникающих проблем могут выдаваться паспорта старого образца. И вот чтобы таких проблем не было, на сайте госпредприятия документ, которое и занимается оформлением биометрических паспортов в Украине, жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей и Крыма рекомендует предоставить любые дополнительные документы, на которых есть фотография. Как объясняется на сайте, это связано с тем, что в результате ограничения или отсутствия доступа к соответствующим архивам, возможность первичной идентификации заявителя таким образом отсутствует. Поэтому возникает необходимость проведения дополнительных проверок для предотвращения попыток мошенничества, кражи личности. Ряд российских СМИ сообщил, что Порошенко, мол, поручил вывести Крым из состава Украины. Якобы вот дал задание комиссии подготовить проект изменения относительно статуса полуострова. Однако цитата самого президента Украины в тексте новости нет. А что же на самом деле произошло? На самом деле Порошенко действительно поручил внести изменения в крымский раздел Конституции еще в прошлом году, чтобы предусмотреть в ней создание на полуострове национальной территориальной автономии крымских татар. Но ни про какое вывести Крым из состава Украины речь вообще не идет. Это было все на сегодня. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов, ловить их на лжи и манипуляциях. Если вы увидели новость, которая вызывает у вас сомнения в ее правдивости, присылайте нам на почту, на проверку или через форму сообщить о фейке. Больше новостей и аналитики читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. До встречи ровно через неделю. Оставайтесь с нами. До встречи ровно через неделю.